Сегодня я покажу два соуса. Один называется польский, другой называется немецкий зеленый. Их объединяет вот что. Их объединяет то, что для их приготовления используются вареные вкрутую яйца. Ну, их еще объединяет то, что эти оба соуса имеют такие национальные названия. Один польский, другой немецкий. Я начну с того, что я сварю яйца, потому что эти яйца нужны для обоих соусов. Сваренные вкрутую яйца, ничего особенного. Ну, яйца всегда нужно заливать холодной водой, потому что тогда нет риска того, что они треснут. И в яйца, в эту воду можно насыпать немного соли, для того, чтобы яйца, если и треснут в процессе варки, тогда они не выльются. То есть, вот существует насчет соли ошибочное мнение, что добавляемая в воду соль, она предотвращает, растрескивая яйца, она не может предотвращать. Но будет лучше, если яйцо уже треснет, тогда соль заварит вытекаемое яйцо, и тогда в меньшей степени яйцо вытечет из скорлупы. Вот зачем нужна соль. Пока яйца тут себе будут нагреваться, я могу заняться некоторыми другими ингредиентами. Нужно растопить сливочное масло. Это можно сделать по-разному. Я, например, могу это сделать сегодня, чтобы как-то поработать аккуратно, не совсем избитым способом. Я могу сейчас положить сливочное масло в такой вот сливочник. Вот это молочник, сливочник, да, вот так вот. И потом буду тереть его рукой по дну от трения, этот сливочник будет нагреваться, и масло будет растапливаться. Ну, я так могу вот долго тереть, да, руку сливочник, это может занять время до завтра, чтобы масло растопилось. Ну, конечно, я так делать не буду, потому что это слишком эффективный, но долгий способ расплавления масла. Поэтому я сейчас возьму маленькую сковородку. Ну, я мог бы, конечно, в микроволновой печи растопить сливочное масло, это не беда, но у меня ее нету. Вот так сковородка, и вот от тепла воды масло совершенно мягенько и эффективно будет таять здесь. Ну, и таким образом я получу хорошо расплавленное сливочное масло. Сейчас я его немножко так ко дну прижму, чтобы оно на дне будет лучше плавиться. Ну, вот. Яйца варятся, сливочное масло растапливается. Собственно, сейчас мне можно покинуть кухню минут на 10, потому что с маслом ничего не произойдет, оно не передержится здесь, яйца всего лишь сварятся. Так что ждем 10 минут. Вот прошло чуть больше 10 минут. Яйца кипят, сливочное масло расплавлено. Ну, скажу вам, друзья, что, конечно, яйца, сваренные вкрутую, можно варить и больше 10 минут, но надо понимать, что с желтком происходят такие изменения, когда он на границе с белком становится таким буро-противно-зеленым от длительности тепловой обработки. Поэтому, конечно же, не стоит слишком долго варить яйца вкрутую, чтобы не было вот этой зеленоватой прослойки между белком и желтком. Это просто некрасиво, некрасиво смотрится там, где яйцо, сваренное вкрутую, может быть глазам, так сказать, открыто, то есть видимым ингредиентом. Значит, яйца сваренные, ясно, что их нужно охладить. Можно дать их в проточной воде, конечно. Я сейчас это сделаю просто, опущу их в холодную воду. Залью их холодной водой. Вот сейчас они чуть-чуть уже сразу остывают. Я могу взять рукой их и обстучать. Они тогда будут эффективнее остужаться и гораздо лучше почистятся. Ну вот, сейчас я уберу этот сотейник с водой, потому что мне он больше не нужен. Сливочное масло. Я выключаю нагрев. Пусть оно стоит на подогреве у меня сейчас. И я сейчас занимаюсь польским соусом, друзья. Вот что я сейчас сделаю. Вообще говоря, польский соус в своих версиях не предусматривает использование репчатого лука. Но я встречал именно в Польше версию, когда польский соус готовится с луком. И он так там красиво работает, что я не могу удержаться, чтобы не показать вам именно версию с луком. Смотрите, что нужно сделать. Я беру луковицу. Вот такую небольшую луковицу. И то этого мне много. Я ее сейчас почищу. Сполосну. И сделаю с ней один небольшой трюк, который мне очень нравится. Лично я считаю, что польский соус все-таки должен быть именно таким, с репчатым луком, который очень своеобразно обрабатывается и подготавливается к этому процессу. Значит, вот лук. Сейчас я его сполосну. Я его сейчас нарежу весьма крупными кубиками. Квадратиками. Вот таких два фрагмента. Я вот так сейчас нарежу его. Они, конечно, у меня, как вы понимаете, распадутся на отдельные фрагменты. Так вот, друзья. Сейчас я этот лук положу. Вот смотрите, в нагретое сливочное масло. Которое уже не только расплавлено, но уже и весьма горячее. Вы понимаете, что температура сливочного масла вот в этом молочнике, она не может быть выше 100 градусов. Потому что вода никогда не нагревается выше 100 градусов. Это законы физики. То есть вода всегда кипит при температуре 100 градусов Цельсия. И сколько бы она ни кипела, каким бы ни был под ней нагрев, вода всегда будет кипеть при 100 градусах Цельсия. С учетом того, что сейчас нормальное давление. Потому что чем ниже давление, тем ниже температура кипения жидкости. Сейчас у всех, у всех у нас нормальное давление. Поэтому вода кипит при 100. Ясно, что температура сливочного масла не может быть выше 100 градусов. Потому что потери тепла идут через стенку сосуда. Поэтому сливочное масло сейчас имеет температуру, ну, градусов может быть 70. Так вот, сейчас лук будет очень мягко нагреваться в этом сливочном масле. Он потеряет от нагрева свою остроту. Но останется вот его приятный, чуть сладковатый вкус даже. Потому что во всяком луке есть сахар. И он не будет таким, знаете, вареным противным луком. За что его многие не любят. Он будет оставаться луком, что называется аль денте. То есть с хрустинкой, но без вот этой вот луковой остроты. Вот почему этот способ обработки лука мне так нравится. Что лук получается в этом соусе абсолютно уникальным продуктом. И вообще говоря, весь процесс приготовления польского соуса будет проходить вот так вот. Ну, такая конструкция называется бейн-мари. Водяная баня. Ванна-мари. В классике, да, потому что, собственно, соус базируется на сливочном масле. И я его очень аккуратно нагреваю через водяную баню. Вот сейчас даже добавлю немного кипятку в баню. Чтобы процесс шел как-то эффективнее. Я сразу, чтобы не забыть, могу масло посолить. Попробую, какая температура сейчас. Хорошая. Вот рука еще терпит температуру ложки. Но так вот, знаете, я не могу долго удержать ложку. Потому что ложка сейчас приняла температуру масла. Вот я какое-то время могу удержать. То есть ясно, что температура выше 70 градусов. Может быть, уже к 80. Но это как раз то, что мне сейчас надо. И пока у меня лук вот так вот мягенько-мягенько здесь работает, я подготовлю лимон. Мне нужна здесь кислота. Ну, это вполне логичное объяснение, кстати. Потому что с точки зрения, так сказать, физиологии вкуса, соус-то жирный. Вы понимаете, собственно, здесь, знаете, в этом соусе сколько жира? В этом соусе будет процентов 60 жира. Потому что масло у меня сегодня имеет жирность 82,5%. Но с учетом того, что в этом масле будут плавать какие-то другие ингредиенты, то в целом здесь будет процентов 60 жира. Так вот, жирная еда, жирные такие вот эмульсии, жирные составляющие, они всегда менее противны, когда они кислые. Поэтому мы как бы сейчас будем, оставляя этот соус жирным, и мы его просто сделаем таким, что он будет более приятным по ощущениям, когда в нем будет кислота. Но, повторяю, этот соус не едят самостоятельно, его едят с чем-то, поэтому не думайте, что этот жир прямо так берешь ложкой и ешь. Так вот, я подкислю сейчас сливочное масло вместе с луком. Это будет лимонный сок. И, между прочим, скажу вам, что лимонный сок не даст луку размягчаться, потому что кислота всегда способствует более медному приготовлению овощей. На этом строятся некоторые кулинарные хитрости, скажем, связанные с варкой, например, картошки для салатов. Но я сейчас возьму целый лимон, потому что там, где есть лимон, всегда уместно использовать цедру еще. Поэтому я сейчас возьму, срежу вот так тоненько-тоненько лимонную цедру, практически без белой части. Я ее нарежу такой недлинной соломкой и положу в масло. Она сейчас начнет давать очень хороший аромат польскому соусу, потому что все ароматы, они растворимы в жирах. Поэтому, когда я кладу цедру в сливочное масло, она всегда будет очень эффективно работать. Там масло быстро вытащит из цедры все характерные вот эти вот специфические эфиры, которые дают вот цитрусовый аромат. И теперь я выжму сок. Ну, я выжму сок из предыдущего лимона, потому что он уже начат, разрезан половинкой. Я сейчас возьму сито, чтобы не попали косточки, и прямо вот так вот над молочником выдавлю лимонный сок. Это было. Вот уже хороший, да, интересный процесс приготовления на бане. Теперь зелень. Ну, это часто петрушка, реже это укроп. Кто как любит, можно совмещать в соусе и петрушку, и укроп. Я сейчас возьму только петрушку. Возьму только листики, потому что эти стебельки весьма жесткие. Меленько-меленько режу рублю петрушку и добавляю ее в этот масляный соус. Вот так. Ну, и, как вы понимаете, завершающий стрих – это введение крупно-грубо нарубленного крутого яйца в этот же соус. Сейчас лук еще пусть потихонечку греется. Петрушка, опять же, сейчас начнет хорошо работать в этом соусе, отдаст свои ароматы. А я… Вот это яйцо было у меня отбито, потрескано. Я его сейчас без труда очищаю. Могу его сполоснуть, не дай бог, чтобы там не было никаких осколков скорлупы. И на доске его сейчас нарублю. Я думаю, что мне половинки яйца будет достаточно. Хотя нет, возьму целое. Там достаточно много масла. Вот грубо нарубленное яйцо. Здесь чем грубее, тем лучше. Важно попасть только в отверстие. И вот у меня получился густой масляный с хорошей кислинкой соус. И, между прочим, лук тоже ведь отдает свой аромат маслу. Получается весьма интересный соус. Сейчас я его выложу в соусник, и тогда будет еще понятнее, как он выглядит. Хотя, собственно, здесь все достаточно просто. Вообще говоря, классика она весьма не сложна. Она может быть долгой какой-то. Процесс приготовления классического соуса может занимать много времени. Но по составу там никакой нет экзотики. Вот это лишнее подтверждение. Скажем, это польский соус. У него красивый цвет за счет масла. Вот так. Это просто счастье, а не соус. А я тем временем перехожу к приготовлению соуса зеленого немецкого. Интересный соус. Скажу вам, что между прочим в нашей стране вот наши российские вкусы они достаточно хорошо пересекаются с некоторыми немецкими вкусами. Представьте себе, что главным ингредиентом я имею ввиду по сущности главным в том ингредиенте который будет обеспечивать соусность будет являться базой здесь выступает сметана. Ну вы понимаете, что да, в нашей стране сметана это святое. Поэтому сметана здесь нам очень близка. Ну я возьму большую миску. Потому что в этой миске мне тяжело будет что-то смешать. Возьму большую миску и часть сметаны переложу в миску где мне будет удобно смешивать все другие ингредиенты. Ну, очень важная деталь это горчица. Вот это, конечно, немецкая очень штука горчица. Немцы любят колбаски, знаете ли, да, поэтому у них горчица это важный ингредиент. Ну и вот добавление горчицы в сметану. Кстати, скажу вам, что вот комбинация сметаны и горчицы, с которой я сейчас два ингредиента перемешиваю друг с другом, да, это уже где-то создание подобия майонеза, между прочим, потому что не все любят майонез, потому что этот продукт очень жирный, да, и мы можем как-то приближаться к майонезу, готовя его на базе сметаны. Конечно, он другой. Вот если сюда еще добавить, например, растертый вареный желток, да, вот горчица, соль, немножко сахара, чуть-чуть еще больше кислинки, мы где-то, где-то, где-то будем приближаться к майонезу. Если не по вкусу, то по своей сущности. Смешивать горчицу со сметаной это очень неплохая идея, между прочим, потому что даже лично я люблю порой не просто сметану класть в суп, например, в борщ или в щи, а смешать сначала сметану с горчицей, а потом такую горчичную сметану класть уже в горячий суп. Не в уху, не в что-то рыбное, конечно, а вот именно в такое, куда принято класть сметану, мясное, например, щи, борщ, рассольник, зеленый борщ. Вот это очень неплохая, кстати, идея, рекомендую попробовать. Ну, а пока зелень, потому что соус называется немецкий зеленый, поэтому я сейчас возьму еще немного зелени. Я возьму петрушку, это будет моя базовая зелень, я возьму зеленый лук, можно взять укроп, можно взять эстрагон, в общем, можно взять все, что угодно, ну, разве что не кинзу, потому что кинза, она тут же нас отправляет либо в паназиатские страны, да, либо в Мексику, поэтому это не Германия, поэтому кинзой я пренебрегу, петрушка будет сегодня главной у меня, так сказать, зеленой частью, и зеленый лук тоже мне добавят зеленого цвета в этот соус. Повторяю, может быть эстрагон, может быть кервель, может быть немного шалфея, может быть немного чабреца, ну, ясно, что это все должно быть свеженькое, то, чтобы это была зелень, а не сухие какие-то травки. Вот я сейчас измельчу петрушку и зеленый лук. добавляется зелень. теперь я могу влить чуть-чуть сюда растительного масла, ну, это для понятия такое, для ощущения гладкости соуса, и капельку буквально капнуть уксуса. приправить все это свежеразмолотым черным перцем. Вот хорошо падает сейчас сюда перец, и теперь надо смешать. Пахнет хорошо сейчас свежеразмолотым перцем, и собственно то, что объединяет моих сегодняшних героев, это крутую свареное яйцо. Это уже второе яйцо, я его второе яйцо тоже очищаю, споласкиваю и ровно точно так же не на терке никак, а именно грубо ножом я его нарублю и введу в сам немецкий соус. здесь тоже мне как раз одно яйцо будет удачным количеством этого ингредиента так и грубо вот яйцо и вот оно отправляется в сметанную смесь перемешивание здесь конечно сметана несколько нивелирует зеленый цвет травок он конечно же в целом то белый соус а не зеленый но он называется зеленым по своей сути потому что в нем много зелени используется либо по количеству какой-то одной двух видов зелени либо по ассортименту может быть шире ассортимент зелени повторяю надо исключить только кинзу потому что это не та не европейская история и скорее всего исключить зеленый базилик потому что это Италия но никак не Германия остальные травки хороши сейчас сполосную руку и можно будет соус выкладывать в соусник весьма простая идея но я уверен что она сегодня многим показалось необычной эта идея вот создание такого зеленого сметанного соуса вот так сегодня друзья я показал два соуса приготовил на ваших глазах два соуса один называется польский другой зеленый немецкий их объединяет то что в них используется вкрутую сваренное яйцо но они абсолютно разные потому что один соус например делается с помощью тепловой обработки другой соус в основном готовится без тепловой обработки за исключением варки яйца так вот для чего с чем их как говорится едят эти соусы польский соус конечно же рыба исключительно рыба когда он подается к этому продукту причем важно чтобы рыба не была жареная вот к жареной рыбе нет исключительно паровая или припущенная рыба и как правило эта рыба белая это может быть прежде всего судак судак идеален для подачи с польским соусом неплохая еще щука но она имеет специфический вкус может быть полстолобик может быть кефаль вот но желательно белое мясо и желательно чтобы эта рыба была не морская а все-таки пресноводная единственная морская рыба которая лично мне очень нравится с этим соусом это треска друзья опять же хорошая треска когда она просто вареная либо вареная на пару идеально сочетается с этим соусом еще и потому что треска рыба постная а соус жирный вот они друг друга так и дополняют причем могу вам сказать еще в качестве версии что в этот соус к рыбе к треске можно добавить будете удивлены жареный бекон жареный бекон добавленный в польский соус кусочки жареного бекона и треска я считаю что это сумасшествие какое-то по вкусу и лично я так люблю есть треску меня это мы научили в Норвегии так что вы можете сегодня еще записать свой кулинарный репертуар один соус польско-норвежский когда в польский соус добавляется жареный бекон теперь соус немецкий тоже весьма узкий спектр использования ну скажу вам что этот соус можно есть так просто как закуску бакать от него хлеб черный и есть либо наносить его на черный хлеб и есть но основное его предназначение это банальная вареная картошка которой он подается это очень вкусно к картошке поэтому смотрите если вы решите приготовить себе такое блюдо паровая или вареная рыба скажем судак с вареной картошкой в качестве гарнира вы можете использовать целых два соуса к рыбе подать польский соус а к картошке подать соус немецкий и тогда вы получите абсолютно всю гармонию вкусов вы получите абсолютное удовольствие от вот таких сочетаний продуктов так что эти два соуса как вы видите порой могут существовать даже в рамках одного блюда когда имеется ввиду кусок чего-то и гарнир так что сегодня я вас познакомил с очередной порцией соусов два соуса польский и немецкий но какими бы они ни были соусы это всегда высший пилотаж кулинарии а я желаю вам высоких кулинарных полетов до сих пор